Ребята, всем добрый вечер! Вечерний обзор не заставил себя ждать и продолжаю я делать. Сегодня целый день посвящен видеоблогам Эдика Адамяна. Конечно же, вы мне писали, Анжелика, там обои, обои уже Эдик показал. Зайди, посмотри, там трэш конкретный по полной программе. Зашла, ребят, признаюсь вам, посмотрела и сейчас прокомментирую. Не забудьте все свои комментарии оставить, конечно же, в комментах. Поставить лайки, а мы с вами пообщаемся, побеседуем. Итак, в начале видео Гульнаска колдебенит блинчики. Блинчики, фаршированные начиночки, мы все это чрезвычайно любим. Но можно ли такое кушать Эдику? Вот какие вопросы звучат. Куколки Эдуарда переживают за его здоровье. И Гульнас отчиталась, сказала, что я для Эдика готовлю все на пару. Не переживайте, все перетертое. Супчики, картошечки. Ой, Гулька, яка ж ты брыхуняка, Гуля. Разве можно врать зрителям? Вот скажи, пожалуйста, як то бине стыдно, Гулька? А вот что мы вчера, ребята, видели или позавчера? Вот буквально на днях. Все заметили, когда Эдичка в сером светерочке сидел и уплетал, что он ел? Гульнас, ну-ка, жареный картофан. Была жареная картошка с мясом. Я еще так посмотрела, думаю, вот не учатся люди абсолютно ничему. До сих пор лечится Эдик и говорит, побаливает, вот в боку беспокоит, никак не отпускает. И что? Какие вы выводы, Адамяны, сделали? Куда ты жрешь эту жареную картошку, Эдик? Взрослый человек, кто должен быть ответственный за твое здоровье, кроме тебя самого? И Гульнас. Я ему все готовлю на пару, протертая. Жареная картошка тоже на пару была приготовлена? Да еще так по краешку, с корочкой зажаристой, хрустящей. Да, Гульнас? Ребят, посмотрите, кто не видел, я ничего не сочиняю. Ну, а тем временем показали нам, что получилось. По финалу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже мой, шо це було? Мабуть НЛО. Ой, девочки, мальчики, что скажу вам? Рябе, шось таке рябе и страшне. Мама дорогая. Ребят, эти обои, вот ещё когда в рулоне они развернули и показали, мне не понравилось, но эта узкая полоска метровая, да, ещё как-то. Я подумала, ну поставят белую мебель, вот надо только белую спальню, я об этом говорила, ну можно спасти ситуацию, ничего страшного. Кстати, в комментариях вы мне, зрительницы, писали, и что такого, Анжелика, вот у меня тоже серые обои, другая пишет, у меня тоже под бетон, под цемент. Так я не против, ребят, только тогда, естественно, нужно стиль какой-то соблюдать. У вас, скорее всего, какой-то там хай-тек, техно, да, упрощённый какой-то стиль. Да, тогда окей. Балки эти чёрные металлические, простая мебель, тогда будет всё гармонично и классно. Я не против таких обоев, но если они в тему. У Гульна с Эдиком, какие техно, какие здесь вам хай-теки, вы вообще понимаете, о ком мы с вами разговариваем? Исходя из этих рыжих дверей, вырви глаз, вы себе дальше, как картинку видите. И эти серые обои. Ребят, такое рябое в глазах вот так мельтешит. Если долго смотреть, как-то всё поплыло и всё перемешалось. Большая площадь, оклеены все стены. По центру эти перья куриные, серые, грязные. И ещё на стыке, помните, все они же купили эту планку. Показал Эдик, прислонил, букву П вот такую отделочную сделает, чтобы одни обои, да, отличались от других. Такая разграничительная будет полоска идти. Не знаю, не знаю, как в этом можно жить. Это утомительно для зрения, ребят, правда. И говорят светлые. Ну вот вы увидели, где они светлые. Они же грязными пятнами. Все стены получились в грязных, тёмно-серых пятнах. Я говорила. Ощущение, как в луже. Вот пятно от мазута, знаете. Жирное, грязное, чёрное пятно. Вот такие стены. Кто-нибудь, вы уже все увидели это видео. Кто-нибудь, обращаюсь сейчас к зрителям своим, считает это красиво? Вот кому понравилось, ребят? Вот есть такие? Не-не, я вообще не спорю и не буду вам ничего доказывать. Я всего лишь озвучиваю моё личное мнение. Да ни в каком же самом страшном сне я бы в таком жить не хотела. Я смотрю и думаю, вот только бы они поставили действительно белую мебель. Пусть этот будет гарнитур, как говорит Гульнас. Пусть. Но только она бы была белой. Ну что делать с этой рыжей дверью? Вы это видели вообще? Как она сейчас выглядит и как эта дверь страшная. Такая яркая, какая-то навязчивая. Какая-то даже, вы знаете, вот цвет сейчас на фоне этих серых стен, цвет двери, ну вот какое правильное слово подобрать? Вот, пошлое. Вот какой-то цвет пошлый абсолютно, неприличный. Ну правда, ну двери нужно срочно перекрасить. К чему это рыжее пятно? Вот с чем гармонирует это рыжее пятно? С чем оно перекликается? Неужели эта двустворчатая дверь будет вот одна в своем таком единичном экземпляре, вот такая вот дыра рыжая, зиять на всю эту комнату? И следующие комнаты будут такие же, ребят. Надеюсь очень на белую мебель. Ребят, потому что если они сейчас что-то ставят, начнут сюда еще коричневое. Но это будет все. Трындец настоящий. Подкрался незаметно. Исходя из того, что вот они смотрели светлую мебель, по-моему, у Манвела там, как он говорил, слоновая кость, да, такая с желтизной. Потом вот у родственников на новоселье они ездили, тоже я вижу светлая мебель у людей. И я очень надеюсь, исходя из этого, что семья Адамян тоже будут перенимать этот опыт и поставят себе светлую спальню. Ну вот тогда еще как-то, ребят. Но я сама себя немножко так успокаиваю. Белую штору, если бы они, однотонную тюль. Однотонную, только не этими купонными какими-то орнаментами, цветами, боже мой. Вот тюль спокойную, да, повесили. Ночные шторы будут еще, посмотрим какие. Здесь же нужно, чтобы цветовая гамма были цвета подружки, между собой сочетались и дружили. Как у этим с Гульнас, с Эдиком, я не знаю, ребят. Нам они, конечно, все покажут, и мы это все будем видеть. Ну вот, следующий этап, натяжные потолки. Говорит Эдик, приглашают, будут делать белые натяжные везде потолки. Но Гульнас проявила, ребята, фантазию и сказала, что в туалете, в ванной комнате нет цветной с рисунком. Ё-моё! Вы помните у мамика в селе? В спальне, по-моему, да? Вот эти розы, розы на весь потолок, глянец. Вы это все помните? В зеленом улысте. Помните это все? Какой рисунок, Гульнас, ты хочешь в ванну? Приблизительно в таком стиле? Ой, Господи, Боже мой. Хочется сказать, дай Бог розуму этой женщине. Господи, дай ума. Ну, хоть немножечко, ну, хоть чуть-чуть вот этой вот тетке. Ребят, ну, подскажите. Эдик там немножко сомневался. Он говорит, может, везде вот белые, с белым потолком все сочетается. Эдик, правильно. Правильно, золотые слова. Я кричу просто криком. Ребят, я не хочу никакого зла. Я сто раз повторяю. Я хочу, чтобы у них тоже было красиво. Это все-таки свежий ремонт. Ну, чтобы не испортили. Эдик, потолки только белые. Эдик, матовые, белые потолки. Господи, Боже мой. Как достучаться до людей. И вот показал в прихожей батарейку такую, видели, возле входной двери. А я подумала, ребят, вот эта батарея возле входной двери на второй этаж. Вы видели? Там такой широкий проемчик. Стеночки кусочек, на которой висит эта батарея. И я подумала, вот нафига они ее сюда влепили. Батарею можно было с другой стороны присобачить где-нибудь. А здесь это единственное место, кстати, где такой широкий, ну, более-менее, да, сравнительно, самый широкий кусочек стены. Можно было бы какую-то вешалку сделать. Ну, вот заходишь на второй этаж, в верхней одежде, да, осень, зима, весна, верхняя одежда, обувь. Вы как будете вообще дальше? Каждый идет к себе в комнату, в пальто, в куртке и в комнатах раздеваться. Ну, хотя бы открытую, не делать там шкафы какие-то, да, вот у сытников как сделано. Вспомните, хотя бы открытую вешалку, сверху шапочки положить, внизу две-три полки сделать, обувь снять, поставить, пальто повесить. Вот было бы хорошо, прям возле двери, да, и это был бы какой-то выход, это было бы какое-то решение. А так, ребят, ну, это правда, очень неудобно. Вообще, адамяны ничего не продумывают, они ничего не планируют и не заморачиваются, вот чтобы распланировать наперед. Вот зашел ты в одежде, раз снял, повесил, переобулся, ботики поставил, тапочки обул и пошел к себе дальше в комнату. А так, ну вот подсказываю, подсказываю, учишь-учишь одни двойки, ребят. Пишите им комментарии, советуйте. Ждем следующую комнату, с нетерпением ждем. А вообще-то еще маленький совет Эдику. Эдик, послушай ты наш канал, вот сейчас уже, хотя нужно было раньше это еще делать, заказывай уже мебель в спальню, потому что ты будешь еще ждать, это еще время. Ребят, не знаю, как у них там в Ставропольском крае, но когда я заказывала мебель, это долгое время ожидания. Ну, я заказывала, ее изготавливали на заказ по индивидуальным моим же эскизам и рисункам. Я сама рисовала. Но если даже стандартный набор мебели, ребят, ну я думаю, не знаю, что это где-то какой-то месяц-полтора может быть. Я здесь не ведаю, да, как там у них происходит доставка, вот это вот вся. Но это точно ни день, ни два. Нужно, может быть, уже сейчас заказать эту мебель. Пока суть додела, пока сделают вторую комнату, уже спальню тебе привезут, и ты сможешь все собрать и поставить. Почему нет? И уже вы сможете с Гульнас переселиться в свою комнату. Все отапливается, тепло, милое дело. Зачем ждать, пока это сделают? Еще комнату Миленки, потом переселение, потом Элинки. Ребят, это сколько? До весны будут ждать, потом только начнут заказывать эти свои спальные гарнитуры. Это очень долго. Вот подсказочка. Можно сейчас продвигаться вперед, если думать наперед и все планировать. Ребятки, жду ваших комментариев и всем до завтра. Пока!